5 февраля 2019 года 5 февраля 2019 года И вот в этом состоянии грядут, конечно, новые какие-то события Предположительно, они готовятся на март месяц И школы, те, которые сегодня от Владивостока до Калининграда Подвергаются проверке МЧС И школьников выгоняют на улицы Телефонные звонки, аминирование Это все не просто так Это идет подготовка к марту Что-то собирается произвести в марте В марте будет, 18 марта будет год Как открыли тестамент Георга V Николая II Его открыли 18 марта 2018 года И вот исполнится ровно год Этот тестамент, то есть это завещание Оно на следующие 100 лет По этому завещанию мир будет управляться китайцами То есть белым драконом Пока это трудно вам понять, каким образом Я думаю, что трудно Я бы, конечно, хотела больше вам рассказать об этом Но я думаю, что пока трудно это понимать Каким вдруг образом Вдруг раз и власть перейдет Под китайское управление во всем мире Мы думаем о Ротшильдах Мне часто в комментариях пишут о том Что Ротшильды, да, они переехали в Китай И будут управлять Китаем Нет, друзья Китай самостоятельная единица Они большие светлые головы Там у себя внутри И они ни под каких Ротшильдов не лягут Ротшильды будут у них тузиками бегать Но совсем не Китай Он не будет ложиться под Ротшильдов Здесь другая игра наступила с прошлого года А, в общем-то, подготовка к этой игре шла заранее Основу этого тестамента, в принципе, люди знали Предполагали, знали, конечно И к этому шла большая подготовка Так вот, в этой связи Елизавета II, она должна была дожить до 2018 года И, собственно говоря, она должна была открыть То самое завещание Но она не открыла Потому что она умерла в 2014 году Отравили, конечно Ее положили в кому Она находится в астральной каталепсии Это тело живет Оно живо Оно не чувствует ни боли Она не слышит ничего, что вокруг происходит Однако же, это астральная каталепсия Когда дух-то витает рядом Он не покидает тело Он где-то постоянно рядом Но как человек Она не реагирует ни на что Она мертва, по сути дела Почему ее не хоронят? Почему ее не отпускают? Но это тоже часть договора Правления над миром Она матка мира Она королева мира А вот будущая матка мира Не выбрана Пока еще нет Возможно, она будет из китайской среды Возможно Потому что, видите, в европейской среде Матка мира не выбрана Много было разных ритуалов Много было действий по отношению И поисков по отношению к тому Как бы выбрать матку мира Но это ведь в последний момент Объявляется И кто ее будет выбирать? Кто? Шариковы? Те, кто рухнули вниз Со всей своей системы управления Они даже не понимают, что это такое Колдуны, да Они на них работают Они те, кто выходят в астрал Я имею в виду Колдуны большого уровня Не те, которые у вас там По деревням сидят Нет А это большой И довольно-таки мощный уровень Однако же Будут ли они говорить правду Тем, кто сегодня управляет? Наверное, нет Если они умные А ложь Но она и не приведет Ни к чему хорошему и правильному Поэтому На март месяц ожидаются Некоторые события Нам не скажут, когда это будет И нам будут говорить Что это из-за этого Из-за этого Разные причины будут называть Однако же Сам факт Того, что появилась заметка О том, что Елизавету II Эвакуируют из Лондона В случае массовых беспорядков Из-за Брексита Это говорит о многом Выход Великобритании Из ЕС Намечен на 29 марта 2019 года И рискуют пройти По жесткому сценарию Но ведь, видите Народ сам по себе Не умеет подниматься Народ сам В квартале В каком-то побегают Арабы Покидаются Бутылками, камнями Но дальше это не идет А вот когда это подготовленное Как зеленые жилеты Вышли в Париже Это подготовленная Масса Ведомая масса Народа И здесь может быть То же самое Как раз Что массы выйдут Но кто эти массы Выплеснет наружу И нам говорят О 29 марте Я думаю, что как раз 18 марта К этому времени Будет идти подготовка Ну а 29 марта Это та точка На которую будут опираться Официальные СМИ Итак, вот эта заметка Королеву Елизавету II И других членов Королевской семьи Эвакуируют из Лондона В секретное место Если в стране начнутся Беспорядки из-за Брексита Об этом пишет газета The Sunday Times По данным издания План эвакуации королевы Разработали еще В 1962 году Вы понимаете Когда готовили королеву К эвакуации А знаете почему? Потому что королева Заняла не свое место Она ведь не дочь Георга V И это не ее место Дочь Георга V Умерла За два года До восшествия На престол А потом появилась Вот Елизавета II Это темная история Которую нам еще С вами предстоит Разобрать Итак В 1962 году Был разработан План эвакуации Когда британские Власти рассматривали Возможность Ядерного удара Со стороны СССР Ну так якобы На самом деле Россия никогда не думала Наносить ядерный удар По Великобритании Ведь в это время Россию и Великобританию Связывали тайные узы О которых тоже может быть Мы с вами Как-нибудь поговорим И об этом никогда Никогда нигде Никто не говорит Однако же Это было так И поэтому Никогда Россия не собиралась Наносить Никакого ядерного удара Но угроза была Угроза была Трону Елизаветы Потому что Другие силы Когда Елизавета Села На этот самый трон Который ей Не принадлежал По праву Другие силы Возмущались Поэтому был разработан План тайной Эвакуации Елизаветы Королевы В секретное место В связи с возрастающим риском Выхода Великобритании Из ЕС По жесткому сценарию Было решено Переориентировать план На случай массовых Беспорядков Консервативный депутат И убежденный сторонник Брексита Джейкоб Ри Мог Полагает, что Этот план Отражает Масштабы паники Со стороны чиновников Вокруг выхода Из ЕС Без соглашения Политик Напомнил Что члены Королевской семьи Оставались В Лондоне Во время Бомбардировки Во время Второй мировой войны Они оставались А здесь Что-то Видимо Другое Раз они Бегут В секретное место Выход Великобритании Из ЕС Намечен На 29 Марта 2019 Однако Вокруг соглашения Много неопределенности В конце января Британский парламент Проголосовал против Отсрочки выхода Страны Из ЕС Процесс Рискует Пройти по Жесткому сценарию Если Тереза Мэй Не сумеет договориться С руководством Евросоюза Европейские власти Неоднократно заявляли Что соглашение Не может быть Пересмотрено Итак Вы видите Что Англия Великобритания Сдает Свою корону Ведь Если даже Во время Бомбежек Этого не было То что Сейчас Случилось Что Елизавета Вторая Ну так скажем В кавычках Костюмчик И весь ее двор Собрались Куда-то бежать Прятаться В секретное место Они возможно Туда сбегут И больше Никогда Не появится Потому что Власть в мире Должна взять Другая королева Я не знаю По праву ли Или не по праву Но власть будет Принадлежать Другой королеве Именно за эту Должность В будущем Дралась Та самая Камила Паркер Боллс Жена Принца Чарльза И для этого Она отравила Королеву И в 2014 году Она таки Ее отравила Вколов ей Дозу Этого самого Лекарства Которое Вело Королеву Елизавету В астральную Каталепсию Я так предполагаю Я не утверждаю Не говорю Это точно Это только Мои Предположения Предположением Звездочета Очень интересный момент Передачи власти И как она будет Происходить Передача власти От одной Королевы К другой Если сама Елизавета Вторая По сценарию Она должна присутствовать И передать Эту власть Но она Ее не передаст Вообще Ритуал Передачи власти Он конечно Не такой уже Безопасный Он очень Жесткий И здесь Видите Раз нет Королевы Елизаветы Значит она Сбежит Чтобы Не участвовать В этом ритуале Власти И Но белый Дракон Да Белый дракон Поставит Свою матку На престол Вы же знаете Да Если есть Королева Объявленная То она Правит Практически Всем миром Так как Сегодня Королева Елизавета Ей принадлежит Весь мир И в принципе Управление Это идет Оттуда Не из Америки Не из Израиля Не из Китая А в принципе Оттуда Это было сердце Откуда шло Все управление И куда Ездили За грамотой За золотым руном На управление Когда-то Золотое руно Получали в Крыму На горе Карадаг Сегодня Его получали Во дворце Виндзоров В Великобритании И вы знаете Что у нас Все наши Президенты Будущие И Ельцин И Горбачев И Путин Все катались В карете С королевой Елизаветой Красивые снимки Красивые фотографии Вот однако же Нигде не могу Найти Видеоролик Где Ельцин Шлепнул По заду Королеву Елизавету Вторую Когда она Проходила На свое место Во время Обеда Был этот ролик В интернете Но теперь Он исчез Как вы понимаете Это Компрометирующий Ролик Поэтому какое-то время Он еще ходил По интернету Потом он пропал Итак Нас с вами ожидают Интересные события Я Таня Карацуба Сейдбурхан Помогайте каналу И буду вам Рассказывать Интригующие Новости О нашем С вами Мире Те новости Которые Не лежат На поверхности Но которые Существуют И они И управляют Нашим С вами Миром Субтитры Субтитры